привет всем с вами ганзи и это уже 12 финальная часть сюжета наруто черный лис конохи да это уже финал я делал серии каждый день и обещал в конце оставить ссылку на фанфик ссылочка уже вас ждет в описании подписывайтесь на канал ставьте свой драгоценный лайк и не забудьте колокольчик прожать также не забывайте фоловица на twitch ведь стримы идут на ю тубе и на твиче одновременно вам лишь выбирать где удобнее их смотреть а также не забывайте вступать в наш дискорд сервер у нас там деревня шиноби в которой каждый найдет чем заняться там вам очень понравится будьте в этом уверены кто зашел точно ни капли не пожалел ссылки вы найдете в описании и да поддержите эту финальную часть максимальным количеством ваших лайков и тогда уже через день я сделаю объединение всех частей этого сюжета ну а на следующий день начнется уже новый альтернативный сюжет а какой сюжет это будет вы узнаете сами как только он выйдет в этом вам поможет подписка и колокольчик ну а мы начинаем 12 финальная часть наруто черный лис конохи поехали я супер элитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану хоккагэ поэтому запомни хорошенько мое имя 12 часть новая сила и четвертая мировая война шиноби наруто появился в своем же подсознании ни лиса ни курама ни ми не было все как будто пропали вдруг перед ним появилась красная дверь которая была окутана цепью когда наруто подошел ближе цепи исчезли и вот он открыл дверь как вдруг глаза заболели и он покрылся линиями фиолетовый огонь уничтожал чакру а из глаз вытекала кровь литрами и вот все прекратилось он прошел дальше как вдруг его схватили цепи перед ним появился какой-то мужчина лет сорока пяти с черными длинными волосами до колен с красными глазами как у наруто он поднял голову наруто и посмотрел на него в этот момент наруто смог разглядеть глаза красные как кровь переливались с черными вдруг наруто упал на пол так как цепи исчезли ты же моя реинкарнация я предполагаю ладно меня зовут и чига я первый наследник этих глаз во время жизни мудреца шести путей и его брата я могу предложить тебе открыть всю силу глаз но ценой будет пятиминутный ад который покажется вечностью ты согласен без эмоций проговорил и чига сначала расскажите о способности этих глаз или как проговорил наруто первое ты сможешь оживить пять человек но чтобы снова воспользоваться этой способностью нужно будет ждать 10 лет второе создание тела для любого гостя подсознания даже биджу третье покров который будет сильнее покрова девятихвостого четвертое использование чакры как материал для оружия рассказал и чига который ждал ответа наруто да уверенно воскликнул наруто тогда предупреждаю первая минута это пытки по типу избиения вторая минута это пытки выдирания ногтей и кожи третья минута пытка это сплошная темнота без насилия четвертая минута пытка это полное сгорание и пятая пытка это моральная проговорил и чига и тронул лоб парня после чего все началось три дня назад джирайя рассказал о наруто и организации в этот же день прибыла юкина которая подружилась со всеми и сказала что я то прибудет через неделю на следующий день минато устроил собрание шести каги в котором появился человек в маске со спиралью тоби объявил войну всем каги и в итоге все как и подписали альянс а на третий день как и набрали армию и выбрали минато главнокомандующим войне в тот же день набрали огромное войско что даже каги удивились армию разделили на шесть частей первая вторая третья четвертая пятая части это армия из каждой деревне и войсками будут управлять сами каги а шестой отряд это элитный в нем был именно и саски и даже гора главнокомандующий этого отряда стал джирайя цунады возглавила отряд медиков в котором сакура была правой рукой цунады кушина и многие мастера фуина обучали большое количество шиноби для осуществления плана минато в это число вошли мина и акими и вот на следующий день началась война первую атаку провел сучи каги и его войско которые сражались с армии звука на востоке и удачно выиграли с немалыми потерями вторым столкновением управлял козы каги который стеснил армию нукининов на западе с большими потерями райкаги управлял а войсками в третьем столкновении в котором белые зацу атаковали северо-восточную сторону в этой битве выиграл райкаги но с очень большими потерями четвертое столкновение привело к котлу армии райкаги ряды мизукаги разбили белые зацу который применяли облик и атаковали в спину в итоге райкаги смог выиграть сражение с потерями в две третьи войска и вот пятое столкновение совместная армия противника против армии хакаги и частями из других деревень в итоге хакаги стеснил войско и вовсе разрушил их началось полное приготовление к плану минато вокруг места в котором были враги и выстроились шиноби по громкой команде они сложили одновременно печати и перед шиноби и появился красный барьер но в тот же момент как будто смог оживить мадару которого пересадили один глаз дракона а взамен пересадили глаз мадары все приготовления по призыву десятихвостого были выполнены и как только барьер появился сразу же возник десятихвостый тоби стал временно управлять джуби пока мадара использовал технику которая отменяет это танцей и полностью возвращает мадару к жизни арачимару готовился к масштабной войне с кабута хамелеон и тигр тоже готовились к битве так как все остальные попали в руки врага джирайя и элитное войско ворвалось в барьер и ринулись к десятихвостого тоби махнул рукой и за джуби вылетели тысячи копий многие выжили джирайя дал команду о стрельбе огненными техниками за секунду в девятихвостого полетели более тысячи шаров вдруг появился синий сусана и закрыл джуби от атаки тем временем сильнейшие силы к нохи разделились по группам и тачи саски шисуи и оби то направились к мадаре хинато нэджи киба шакамару и на чоу джи рокли и другие направились к тигру и хамелеону минато напал на тоби а джирайя именно на дракона сражение сначала было в пользу к нохи но ненадолго команда которая напала на тигра и хамелеона начала сдавать позиции тигр с помощью одной техники заблокировал половину команды в мини барьеры их почти невозможно пробить только техники фуина способны снять его хамелеон заключил в мощный агент зюцу на заточенных а именно рокли шикамару нэджи именно из-за этого команда не смогла выиграть битву тем временем мадара побеждал учих за счет опыта шисуи пытался использовать особую технику глаз но ему это не удалось техники и тачи и саски никак не пробивали сусана мадары оби то использовал камы и лишал частей тела сусана но это никак не помогало джирайя именно почти выиграли дракона но вот к нему прибыло подкрепление в виде змеиного санина и теперь битва была сложнее минато три раза повредил тоби но из-за камы и которая тоже была у тоби хакаги или как наносил урон но неожиданно какаши напал на тоби но тот схватил его за руку которая прошла сквозь тоби и выкинул его в хакаги и вот настало время ну теперь вам конец крикнул тоби и его окутали ветви джуби спустя минуту появился тоби он стал джинчурики десятихвостого через секунду отлетел какаши в скалу на расстоянии 300 метров от места минато перед этим поставил печать на какаши и когда тому остались пять метров появился минато и поймал какаши тоби призвал огромное дерево которое обозначало проигрыш альянса но вдруг в барьер влетели три силуэта черный побежал к тоби красных джирайя и менми а синий к команде после пяти минут ада наруто все эти пять минут лежал на земле для окружающих это было пять минут а для него вечность каждую секунду он ощущал боль и вот он встал с колен сложил печати и из его головы вылетели два сгустка чакры это были лис и миа лис увидел что он жив запрыгала части миа вцепилась в наруто страстным поцелуем и спустя одну минуту отпустила его курама решил остаться в подсознании парня наруто снова сложил печать и его покрыл фиолетовый огонь через секунду появился покров курамы а еще через секунду режим змеиного сани на лис покрылся улучшенной версии покрова лиса и активировал режим змеиного сани на тоже миа покрылась синим пламенем погнали громко сказал наруто и через секунду их уже не было народ стоял перед джинчурики десятихвостого вдруг он исчез и появился сзади на расстоянии 30 метров в его руке был какой-то шар и он кинул его в тоби вдруг шар взорвался врыв был настолько мощный что появился кратер с размером огромное озеро тоби выжил за счет камуи но он лишился руки черт кричал тоби наруто не стал медлить и подбежал ближе как вдруг в него прилетел мадара и ухватил того за горло наруто отлетел в гору а потом гора потрескалась и разрушилась а мадара впитывал чакру десятихвостого чтобы стать джинчурики минато переместился и ударом ноги по челюсти откинул тоби от мадары но было уже поздно перед ними стоял мадара и вдруг минато отлетел в сторону от мадары истекала сила наруто поняв чем может закончиться сражение с мадарой быстрым движением схватил того и выкинул за барьер кушина увидела сына и не поверила своим глазам тем временем менма и саски встречали мудреца шести путей мадара привстал и в него полетел тот самый шар только в другом объеме мадар еле как смог увернуться и прогремел взрыв где раньше стояла гора образовался огромный кратер эй пацан да ты силен проговорил мадара как вдруг наруто заметил боковым зрением лимбо и отбросил его мадара поднял руки вверх и через минуту из неба вылетели десять огромных каменных метеоритов наруто понял чем может это закончится приняв облик огромного огненного лиса он схватил сферы руками из чакры наруто еле как сдерживал колоссальный вес сфер наруто ставь это на меня закричал курама в сознании парня и через секунду наруто ударил мадару по лицу с такой силой что мадара проломал гору собой и вот в ночном небе сверкали молнии одна черная а другая белая наруто стал сдавать позиции из-за опыта джинчурики 10 хвостого и вот удар и наруто встретил землю спиной мадара выдохнул и начал собирать чакру руке чтобы покончить сильнейшим соперником но резкая перед наруто появились менма и саски у саски на месте левого мангеки шарингана был рениганс томой а в менме чувствовался чакра хвостатых кроме темного курам и наруто поняв что они и сами справятся появился около уставших миа и лиса ху блин иметь другую чакру и тело неудобно проговорил лис запыхавшись зато с юкина будешь и драконом победил проговорил наруто похлопав плечо лиса на этом наша работа закончилась неловко спросила мия да моя лисичка проговорил наруто и поцеловал страстно поцелуя мию а то было не против то есть ты оставил мадару на менму и саски неожиданно спросил лис да нам нет смысла участвовать мы и так изменили ход событий проговорил наруто ладно пошел я к юкина а то давно хотел заняться с ней но ты понял чем сказал лис и исчез а ты что планируешь спросила мия может уединиться ответил вопросом на вопрос наруто ответ стал поцелуй мии и они исчезли менма и саски победили мадару без всякого труда так как все силы мадары ушли на наруто черный зацу не смог исполнить задуманное и просто испарился маленькое прояснение в этой вселенной тоби и обито это разные люди тоби родился в деревне скрытого камня он был сиротой так как в первый же год своей жизни лишился отца и матери на границе камня в тот момент отец и мать хотели переехать в кануху но их убили тоби не стали трогать но оставили на решение судьбы в итоге его спасли шиноби камня 8 лет когда он пробудил шаринган ему воткнули нож в спину свои же товарищи так как глава деревни хотела получить шаринган битва между сокомандниками закончилась смертью двух генинов а именно предателей тоби заполучил мангеке шаринган и сбежал из деревни на территории канухи его встретил старый мадаре который тренировал тоби в течение года после он умер от старости и тоби остался один именно он устроил нападение лиса на кануху прошло семь лет с момента 4 мировой войны шиноби сразу перейдем к делу менма стал пятым хакаги его признали из-за того что менма можно сказать направлял войска в бой также он женился на каме каме стала очень хорошей кунаичи и домохозяйкой родила ребенка мальчика зовут йоши ему 6 лет и он уже стал гением саски стал первым советником хакаги а вторым является шикамару саски женился на сакуре и у них появилась дочь ее зовут сарада и она также является гением для своего возраста лис то есть я то стал главой деревни водоворота ему помогает его жена юкина которая стала сильнейшим сенсором во всем мире у леса также появился мальчик которого звали юки семья хакаги узнали о наруто но никто не стал винить минато так как он недели две жил у джирайи и еще вдобавок получил три удара от жены и дочек они пытались уговорить наруто вернуться но тот отказался шесть великих деревень решили создать великий альянс среди них козыкаги был тем кто предложил эту идею кстати козыкаги стал гоара а райкаги киллер би насчет биджу и джинчурики всего осталось 4 джинчурики а именно менма би гоара и наруто менма стал джинчурики всех хвостатых кроме темного курамы шукаку решил остаться в гоаре аменми отдал две трети чакры также поступил гьюки а темный курама завопил на все пространство о том что менма не получит и капли чакры он не заслужил светлый курама пытался уговорить того но тот тыкнул у наруто и сказал он единственный кто достоин получить мою силу и до сих пор ничего не изменилось наруто стал сильнейшим шиноби в мире и это все признали менма второй по силе а саски 3 но на самом деле они примерно равны народа женился нами и а то родила мальчика которого назвали и чига ми я не понимала почему наруто решил так назвать сына но ей понравилось это имя и чига вылитый отец вот только волосы и глаза отличаются левая сторона волос и левый глаз были голубого цвета а правая сторона красная и чига соперничает с йоши сарадой и сьюки наруто стоял на лице 3 хакаги и рассматривал голубое безграничное небо сейчас он осознал что он получил чего желал признание внимание и любовь чего это ему только стоило но он ни о чем не жалел вдруг к нему подбежал и чего папа а как ты стал богом шиноби спросил мальчик это долгая история но я уверен что ты также станешь сильнее даже сильнее чем я проговорил наруто и тихонько стукнул лобик парня папа я хочу стать как ты прокричал парень и сел на колени наруто наруто погладил по волосам парня они смотрели на уходящее солнце пока вовсе не стемнело и так заканчивается история о сильнейшем шиноби в мире а именно аузумаки наруто конец и так если вам понравилось финальное 12 часть сюжета наруто черный лис конохи то поставьте лайк напишите свой познавательный комментарий и обязательно выполняйте миссии ранга а фоловица на twitch и вступать в нашу деревню шиноби в дискорде ссылочки в описании а с вами был как всегда ганди спасибо за просмотр берегите себя еще обязательно услышимся совсем скоро